Приветствую вас и не вступая в противоречия и спор со своей коллегой, что ответило вам на ваш вопрос. Я хотел бы, может быть, немножечко более детально разобрать то, что с вами сейчас происходит. Значит, во-первых, вы пишите, я очень эмоциональный человек и не люблю делить свое и все с кем-то. Что-то вы эмоциональный человек, это очень даже неплохо, а наоборот, прошу. Но то, что вы не любите делить свое и все с кем-то, это, божалуй, и определяет отчасти вашу ревность. Дело в том, что молодой человек как таковым вашим не является, и все равно он будет общаться с другими людьми, и все равно вам придется его с кем-то делить, потому что мы живем в мире людей, других людей. Это я прошу вас учитывать. То есть, я хотел бы, чтобы вы на себя эту вещь осознали, что чувство собственничества возможно только при достаточно сильной уверенности в себе, даже из лишней уверенности в себе, из лишней самоуверенности, вот, и при соответствующем поведении обоих партнеров в отношениях. В остальных случаях чувство собственничества не является чем-то хорошим. Это первый момент. Следующий момент. Это момент, связанный с тем, что молодой человек, скорее всего, просто защищается, когда говорит, что в наших дальнейших отношениях может не быть. То есть, это как бы его способ показать вам, что он от вас не зависит. Это как бы его способ, чтобы вы увидели, что он не станет, например, за вами, ну, допустим, за вами бегать, не станет, допустим, перед вами унижаться, да, и прочее, прочее, прочее. То есть, не стоит слова мужчины здесь воспринимать как нечто буквально. Ведь он тоже понимает, что вы не можете с ним видеться, он тоже понимает, что вы с ним как бы, ну, что вы с ним не вместе и видитесь нестабильно и так далее. Вот. Это тоже достаточно важно здесь, в данном случае. То есть, еще, не стоит воспринимать слова и, значит, выражение эмоций вашего молодого человека слишком буквально. Далее, значит, я перебариваю себя каждый день, пишите вы, и вопрос у меня сразу к вам такой вопрос. Значит, перебариваете вы себя в чем? Вот это очень важный момент. Перебариваете вы себя в чем? Где у вас есть, значит, ну, где у вас есть, скажем, конфликт, который вам нужно перебороть? Где у вас есть вот эта вот ситуация, когда вы пытаетесь как-то себя преодолеть, как-то вот себя побороть, да? Все. Постарайтесь вот это вот для себя тоже уяснить, потому что это очень важно на самом деле. Вот. Ну и, значит, следующее, о чем вы пишите, каждый раз попадают на одни и тысячи грабли. На одни тысячи грабли какие? Что вы ревнуете, что у вас есть ревность, что вы как-то постоянно ссорите. Почему? Попробуйте вот подумать для себя на эту тему. Попробуйте для себя определить вот эти вот моменты. Попробуйте для себя их вычленить. Это ведь на самом деле очень важно, чтобы вы, ну, понимали, в чем именно вы ошибаетесь, что именно вы делаете не так. Далее, значит, так, ну, мне непонятно, почему он готов отказаться от меня. Помогите, как мне бороться со своей ревностью. Ну, давайте начнем, пожалуй, сразу с того, что ревность, как вам уже сказали, да, ревность – это всегда про неуверенность в себе, ревность – это всегда про страх потерять там своего молодого человека, страх остаться одной и так далее. То есть ревность всегда про это. Соответственно, давайте подумаем, в чем вы не уверены в себе. То есть понимаете ли вы, осознаете ли вы, в чем именно вы в себе не уверены. И дабы с этим можно было бы вам что-то делать, дабы это можно было бы как-то, значит, преодолеть. Значит, следующее, следующее – это страх. Значит, чего вы боитесь? Чего вы опасаетесь? Почему вы боитесь? Почему вы боитесь? Почему вы опасаетесь? Что стоит за этим вашим страхом? Да, что стоит за ним? Значит, что стоит за тем, что вы боитесь остаться одна? Например. И почему вы боитесь со страхом? Со страхом тоже нужно работать. Значит, со страхами тоже нужно разбираться, что за ними стоит и так далее. Вот. Значит, далее. Далее, это то, что вам необходимо понять свою ориентацию в отношениях. То есть, иными словами, на кого вы ориентированы в своих отношениях. Ревность – это всегда эгоитм. То есть, ориентация не на себя, а на, скажем, то есть, наоборот, не на кого-то другого, не на картина в отношениях, а на себя ориентациях. Вот, соответственно, почему вы ориентированы на себя в отношениях. Чего вы хотите получить в этих отношениях, опять же, для себя, и нужно разбираться с этим. И, вот, тогда у вас появится более четкое представление о том, чего вы хотите от отношений, чего вы хотите от молодого человека и так далее. Итак, потребности выступают, как бы, основой для этого. И здесь я хотел бы вас спросить, для чего вам молодой человек? Зачем он вам нужен? Первый ответ, наверное, который вы скажете, это то, что я его люблю. И я не буду с вами спорить. Возможно, вы его и любите. Но ведете ли вы себя, как любящая женщина, ревнуя его, и, по сути дела, ссоришь, на тупая на однися не грабли? Как вы говорите, сэн. Ведете ли вы себя в этом случае, как любящая женщина? Что такое любовь, по вашему мнению? Что она из себя представляет? Насколько вы соответствуете этому представлению о любви? Своему, я имею ввиду. Это тоже нужно вам подобрать. Это тоже нужно вам понять. Ну, постараться понять. Постараться подобрать. И последнее. Последнее, что я хочу сказать. В тот момент, когда вам хочется негативно реагировать на своего молодого человека, в тот момент, когда вам хочется реагировать, постарайтесь в этот момент перенаправить свою энергию с негативного на что-то позитивное. То есть, вам хочется сказать своему мужчине что-то плохое, и тем самым генерируете позитивное. И после нескольких раз подобное поведение у вас закрепится. И, по сути дела, вы сможете уже трансформировать энергию и направлять ее в положительное русло. Также, хочу сказать, что ревность и, соответственно, подозрение партнера Сревато тем, что у партнера на подсознательном уровне вырабатывается понимание того, что он действительно может изменить. То есть, в своей ревности вы напоминаете человеку о том, что он может изменить. То есть, воле-неволе вы говорите об этом. И тем самым приближаете его к этому. Не обязательно человек вам обязательно изменить. Не обязательно. Не обязательно человек вас там предаст или что-то еще. Нет. Но он будет об этом думать. Волей-неволей он будет сравнивать, например, вас и другие женщины. И волей-неволей будет понимать, что вы не самое лучшее. Поэтому делать подобные женщины вам не нужно. Оптимально, во-первых, наметить четкие сроки. Когда вы будете вместе. То есть, когда вы будете видеться постоянно. Оптимальным будет стремиться к этому. Оптимальным будет вам проработать свои собственные нюансы, о которых я сказал. И оптимально будет не поддерживать ссору с молодым человеком. То есть, не генерировать ее. Не участвовать в конфликте. А наоборот, пытаться ее сгладить до тех пор, пока вы не будете регулярно в месте. И тем самым не будете, ну, скажем так, бояться. Не будете бояться того, что вот с вами может произойти. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...